Всем привет! Вы на канале NotAnton, и в этом видео я хотел бы рассказать, откуда у меня так много паков и почему они не кончаются. Хотя я довольно много их открываю, и самые лучшие пытаюсь сохранить на период Тотти, которые выйдут, видимо, уже на этой неделе. Поэтому я думаю, это видео будет очень актуально. Здесь не будет какой-то волшебной таблетки, и паки не будут сами рождаться у вас на аккаунте. Для этого вам придется потратить немало времени и сил, но зато вы получите очень хороший выхлоп. Собственно, я так подумал, а почему бы вообще не устроить розыгрыш? Для этого вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, и 28 числа вечером на стриме мы определим победителя. Чтобы ничего не пропустить, также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там будет вся информация, я напишу об этом. Ну и давайте такой бонус. Если вдруг мой канал наберет 500 подписчиков, то награду я удвою. В качестве награды предлагаю либо буст, я сам его сыграю на стриме за вас. Если вам не нужен буст, то можем оформить 100 тысяч монет или, например, 500 рублей. Если награда удваивается, то это будет буст плюс что-то, либо 500 рублей, либо 100 тысяч монет, либо получается 1000 рублей, либо 200 тысяч монет. Смотрите, что вам выгоднее, что вам удобнее. Будет один победитель. Жду вас! Предлагаю изначально разобраться, откуда вообще в AFC можно получать паки на стабильной основе. Первое, самое понятное, это награды за Squad Battles, награды за Champions и награды за Rivals. Хотя дивизион в этом году, наверное, самый невыгодный режим с учетом количества паков, которые вы получаете и количества потраченного времени. Но каждому свое, и, как говорится, кому-то интересно играть против соперников, соперставимых по силе, и постоянно расти и повышать свой скилл. Собственно, мы выбираем непродаваемые награды. Второе, это практически постоянные задания, которые штампуют буквально каждый день, чтобы мы каждый день заходили в игру, что-то выполняли, играли три матча, как минимум, и никуда не уходили из этой игры. Да, награды, наверное, не самые крутые, но создается иллюзия, что если мы выполним все задания до конца, то мы получим как минимум классные паки, которые сможем потом открыть и, возможно, поймать какого-то топчика. Иногда в этих маленьких пиках, паках вам может повезти и выпасть какой-то классный игрок. Ну, к сожалению, не в этом случае. Но... Каждому, бывает, везет. Например, сейчас. Собственно говоря, в прямом эфире, в записи я поймал Рубена Диоша с пика 75+. Что это, если не везение? Третье, это сборки СБЧ, которые мы получаем практически на регулярной основе, куда мы можем сливать тех самых игроков, которые мы поймали за задания или за награды из дивизионов Squad Battles или Foot Champions. Поэтому практически каждый день вы можете собирать пики, паки, СБЧ, все что угодно. Собственно, при вас я собрал этот пик. Посмотрим, что же мне упадет. Было бы здорово, если бы какой-то классный игрок. К сожалению, нет. Но что поделать? Сборки, возможно, когда-нибудь окупятся. Четвертое, это паки за 10 и 30 монет, которые канадцы тоже довольно часто выпускают. Плюс, советую не забывать проверять паки за предпросмотр. Ведь там, как говорится, может и зубастик упасть. Но не в этом случае. Также есть просмотры трансляций, режим моментов, те же драфты. В общем, очень много всего, и так мало в вашей жизни на все это. Если играть на постоянной основе, то паки вы будете и так получать в довольно большом количестве. Ведь FIFA в этом году это практически L2 или WoW, где вы фармите постоянно ради своего развития. Вы можете бездарно провести эти дни на улице, бездумно гоняя мячик. А можете сесть за компьютер и совершить нечто важное. Ну и также я чуть не забыл про режим развития, где вы можете получать довольно неплохой фодор за небольшое количество матчей. Собственно, из 85-го Лапорта я только что получил 89-го, сыграв 6 матчей Squad Battles. Предлагаю остановиться именно на СБЧ. И начнем мы с ежедневных улучшений на бронзу, серебро и золото. Каждый день доступна одна сборка на пак с непродаваемыми бронзовыми премиум игроками и также пак с серебряными премиум игроками, за которых нам нужно отдать всего лишь одного бронзового и серебряного игрока. А из этих паков мы получим 12 игроков каждого достоинства, серебряных и бронзовых. Как только мы их собрали, можем сразу же открывать и переходить к следующему улучшению именно на золото. В этом улучшении мы получаем набор с 11 золотыми игроками, непродаваемыми, один из которых редкий, а при сборке мы используем 11 бронзовых и 11 серебряных игроков. Часть игроков мы возвращаем в виде кэшбэка, мы получаем пак с 6 бронзовыми и 6 серебряными игроками, то есть по сути сборка нам обходится всего лишь 5 бронзовых и 5 серебряных игроков, что довольно дешево. В данной сборке я стараюсь не отдавать игроков топ-лиг и топ-наций, а тем более если они и топ-лига и топ-нация, ведь эти парни могут пригодиться в каком-то другом СБЧ, например в сборке на титульные матчи или на какие-нибудь особые задания. Но если для вас это вообще не актуально, то в принципе такие сборки с веб-приложения делаются буквально в несколько кликов мышкой, если вам интересно, можете написать, я напишу как это делается. Также одним из бонусов является то, что в этих паках могут падать информы или какие-то спешл-карты, если их базовые версии имеют бронзовую или серебряную основу. Если вдруг у вас заканчиваются бронзовые игроки, то достаточно купить пак за 750 монет, в котором как минимум будет 3 игрока, а может быть и больше, и он всегда окупается, то есть не обязательно на рынке идти и снайпить их или покупать по 200 монет. То есть в данном случае мы получаем 3 игрока плюс также 225 монет, что намного выгоднее, чем если бы мы купили этих трех игроков за монеты. А если у вас вдруг не хватает серебряных игроков, то доступно серебряное премиум улучшение, которое правда истекает через 2 дня, но всегда есть обычное серебряное улучшение. Или также можно получить игроков, например, в паках за сборки лик. Собственно, к ним я и предлагаю перейти, ведь это вообще один из самых лучших способов в данной FIFA получать паки на стабильной основе. К сожалению, не знаю, есть ли в момент, когда вы смотрите это видео эти улучшения бронзовые, золотые и серебряные, но вы должны понимать, что условный Зидан собирается из золотых высокорейтинговых игроков, которые вполне легко могут добываться из обычных золотых игроков, которые получаются из бронзовых и серебряных игроков. То есть по факту каждый золотой, серебряный, бронзовый игрок вполне могут составлять часть вашей крутой карты, которую вы собрали с помощью гринда. Да, наверное, это не очень приятно, и в данный момент я не знаю, какие есть сборки у вас, но если у вас есть какие-то аналоги вот этих золотых, бронзовых или серебряных улучшений, я всегда советую вам их выполнять. Ну и, собственно говоря, наверное, вишенка на торте в этом видео это премиум улучшение разных лик. Возможно, многие из вас уже сталкивались, возможно, многие из вас пособирают постоянно. Это очень классный способ получать паки, очень на стабильной основе. И в целом от нас требуется не так много, мы должны собрать 4 сборки. Первая сборка, наверное, самая сложная для меня, это Либертадоро, Судан Американо. Но в целом бояться не стоит, нужно всего лишь по одному игроку из каждого клуба, минимальный рейтинг 74, 3 редких игрока, 10 сыгранностей. Да, я уже накидал сборку, выглядит она вот так вот. Каким способом я вообще начинаю собирать эту сборку? Я захожу, выбираю Лигу Либертадорос, выбираю не для продажи, выбираю по одному игроку высокорейтинговым из каждого клуба. Я делаю то же самое с Судан Американой, потом беру и иду, выбираю продаваемых игроков. И в целом понимаю, нужна мне какая-то дополнительная помощь в виде покупки игроков на трансферном рынке или нет. Ну и, собственно, закрываю сборку. Если же мне не хватает игроков, то я спокойно могу пойти, выбрать Лигу, например, Судан Американо, выбрать проектных игроков, пойти, посмотреть, сколько они стоят на рынке, купить их и добить эту сборку. Если вы немножко следите за рынком и смотрели за этими игроками Судан Американой, вы могли заметить, что они поднялись в цене. В какой момент я точно не могу сказать, но сейчас они выглядят довольно дорогими. Вот, возможно, в период Тотти они вырастут еще. Поэтому, если у вас есть желание рискнуть, возможно, можете закупиться и продать их, а можете купить хотя бы парочку игроков, чтобы потом стабильно можно было закрывать эти самые сборки на Судан Американу и Либертадорос. Возможно, это принесет вам какой-то профит. Ну, если посмотреть на стоимость сборок, получается, что Либертадорос Судан Американу самая дорогая, стоят почти как все три остальные сборки суммарно, 12,5 тысяч примерно выйдет, я думаю, чуть побольше. Давайте перейдем к остальным сборкам, они не такие дорогие, в целом требования на них очень простые, их облегчили даже по сравнению с этим годом, вот, а по сравнению с тем годом, так вообще они очень простые. Собственно, закрываем Либертадорос Судан Американу и переходим к остальным сборкам. У нас остается три сборки, Лига-1, Эр-Дивизи, Бундеслига-Серия-А и Премьер-Лига-Ла-Лига. Что нам нужно для того, чтобы собрать Эр-Дивизи и Лигу-1? Я обычно собираю с помощью Лиги-1, Эр-Дивизи мне не очень нравится. Мы заходим, выбираем Лига-Франция. И начинаем искать клуб, в котором у вас 6 или больше игроков, и вы можете их отдать. Например, у меня это Монако. Я захожу и вижу, что у меня в Монако 6 игроков. Я их сразу запихиваю, остальных я добиваю из других клубов, в которых у меня мало игроков, и тем самым закрываю эту сборку. То есть, собственно, из Монако мы забрали всех игроков, у нас их получилось вообще 7. Оставшихся игроков мы заберем из клубов, в которых игроков буквально 1-2, чтобы не забирать их из клубов, где у нас их много. Например, у меня это Климон, я забираю из него 3 игроков. Ну и, собственно, примерно так выглядит сборка, также ее закрываем, забираем награду, большой золотой набор, довольно выгодно. Дальше у нас получается Бундеслига серия А и Премьер Лига Ла Лига. Я не буду закрывать эти сборки, они довольно простые, мне кажется, тут прям ребенок справится. Буквально можно использовать одного игрока из каждого клуба, выбираете всех непродаваемых, добиваете остатками, это все очень просто. Вот, в награду мы получаем малый золотой премиальный набор игроков, здесь 6 игроков, 3 редких, насколько я знаю. И второе, это малый набор редких золотых игроков, за сборку Премьер Лиги и Ла Лиги, они непродаваемые. За Либертадорос мы получаем Электрум и премиальный набор игроков, там как раз есть серебряные игроки, которые нам нужны в предыдущей сборке ежедневной, которые вот разбирали раньше. Ну и за всю сборку нам дают премиальный набор золотых игроков, он также непродаваемый, то есть получается у нас 3 непродаваемых пака, насколько я понимаю, и 2 продаваемых за все сборки. То есть в целом какие-то монеты вы можете получать обратно, это довольно выгодно, на период Тотти это прям одно из самых ключевых улучшений, советую крутить их постоянно. Ну и собственно, наверное, у вас мог возникнуть простой вопрос, собственно, почему вообще эти сборки являются такими крутыми, что же в них такого особенного? А, все очень просто, я из тех олдов, которые еще помнят, что если сборка стоит в 2 раза дешевле, чем паки, которые за нее дают, то это 100% к сбору. Здесь сборка стоит 25 тысяч, а паков дают на 125 тысяч. Да, что-то из них непродаваемое. Да, наверное, могло быть и лучше, могли все паки быть продаваемые, тогда бы, конечно, она бы и не стоила столько, игроки бы стоили-то очень много. Но мы, получается, имеем, что имеем, и это очень выгодно, поэтому я всегда советую ее собирать, если вдруг только не выйдет каких-то более хороших улучшений. Возможно, прямо сейчас отвечу на какие-то вопросы, которые, возможно, у вас возникли. Первое, это почему я не стал собирать премьер-лигу и серию А, потому что я не вижу в этом смысла. У вас в клубе одни игроки, у меня в клубе другие игроки, и то, что вы увидите, какая у меня сборка, вам ничем не поможет. Если у вас возникают какие-то проблемы со сборками, с той же, например, серией А, премьер-лигой, ла-лигой, я не знаю, какой-то сборкой, вы просто идете на футбин, ищете нужную сборку, смотрите игроков, если они в цене не такие дорогие, как показано и в футбине, вы их покупаете, и с радостью закрываете эти сборки. Хотя, честно вам скажу, я никогда не покупаю игроков ни из бундеслиги, ни из серии А, ни из премьер-лиги, ни из ла-лиги, они всегда есть у меня в клубе. Да, Лигу 1 и R-дивизии я периодически скупаю по одному-два игрока, потому что не всегда у меня в клубе есть шесть игроков, я думаю, вас тоже. И самая сложная сборка, это, конечно, Либертадорос, там довольно часто приходится укупать одного, двух, бывает трех игроков, и в целом выходит довольно дорого, но очень часто у меня все игроки есть тоже так же в клубе, потому что я их не трачу, я их складирую. И да, еще один очень важный момент, получается, игроки бронзовые и серебряные из Франции могут пригождаться вам в этом СБЧ, в сборке Лиги 1, поэтому не тратьте их в сборке обычных серебряных, бронзовых и золотых улучшений, а тратьте их именно сюда. И, возможно, стоит немножко задуматься о каком-то выгодном, не знаю, трейде. Может быть, заранее стоит закупить пару игроков, может быть, стоит их закупить для продажи, может, стоит закупить для своего клуба, потому что я думаю, что во время Тотти они явно должны вырасти. Я, конечно, в этом не уверен, но мне кажется, люди, когда начнут открывать паки, будут понимать, что у них будут возникать дубликаты, им будет их некуда девать, и они вынуждены будут пойти собирать эти самые сборки. Ну, а вы уже здесь, вы на коне. Таким образом, нам очень важно сохранить игроков под АПК Лиг. Английская премьер-лига, Ла Лига, Бундес Лига, Серия А, Либертадора, Судан Американо, Французская Лига. Если вам нравится голландская, голландская лига. Но, получается, в АПЛ и в Испании я не оставляю низкорейтинговых игроков. Я обычно избавляюсь от них, потому что сборка требует 79-й рейтинг, это довольно высоко. Как исключение, здесь есть игрок 76-го рейтинга, это, кажется, Дамсгард. А вот Итальянская Лига и Бундес Лига имеют рейтинг 77. Поэтому там я стараюсь сохранить почти всех игроков, потому что все они могут потребоваться. А вот всех остальных золотых игроков, которые не участвуют в АПК Лиг, вполне можно отдавать, например, в улучшение зимних джокеров. Получается, вам требуется сборка с 11 золотыми игроками, причем не обязательно редкими или нет. И вы взамен получаете 3 редких игрока. Тем самым избавляясь от дубликатов. Плюс за каждые 10 сборок вы получаете довольно крутые паки. Например, сейчас за 120-ю сборку я получу пак 10.83+. Довольно круто. Или вы можете собирать пики или паки на какой-то рейтинг плюс, который доступен в данный момент. То есть, например, 81+, или паки 82+. Также на период Тоти EA всегда стараются выпускать и ПК на конкретные лиги. То есть, вы отдаете игроков и получаете конкретно игроков из ИПЛ или из Испании. Как будет в этом году, я не знаю, но, скорее всего, будут крутилки одновременно и на мужчин, и на женщин. На самом деле, все зависит от того, что нравится конкретно больше именно вам. Мне в данной ситуации очень нравятся зимние Джокеры. Но, конечно, 1650 игроков это довольно много, если собирать их сейчас. Но, возможно, EA выпустит что-то аналогичное уже в период Тоти. И, возможно, вы задумаетесь, собирать это или нет. Да, это жестко. На самом деле, очень важно понимать именно два момента. Первый. Важно собирать именно то, что выгодно для вас. А чтобы не подставляться под плохие сборки, вы можете вполне спокойно не открывать паки и придержать его под топ-контент. Например, паки на ту же команду года открывать не в первый день, а немножко придержать их, например, до полной команды года. И даже в этой ситуации, возможно, стоит еще немножко отложить, потому что шансы в первый вечер будут очень маленькие. Теперь не то, что советы, а скорее какие-то мои принципы по игре. Я стараюсь продаваемых игроков всегда продавать. То есть все, что выше 81-го рейтинга, то есть 82-й выше, я иду продавать на рынок. Поэтому у меня довольно много монет. 2,730, плюс у меня есть продаваемый крой. Плюс также у меня есть еще какие-то закупки. Вот, у меня довольно много монет. Весь остальной состав у меня антрейд. Я думаю, как и у многих в этой FIFA. А, собственно, всех остальных продаваемых игроков я обычно использую как фодор, просто закидывая обратно в сборки. А весь контент свой я собираю за счет непродаваемых игроков. То есть я из БЧ, в основном за счет непродаваемых. Очень-очень редко какой-то один, там, два игрока влетают в сборку. Например, на того же Гулета я потратил 30 тысяч монет. На Зидана, мне кажется, я потратил 15 тысяч монет. Просто потому, что в какой-то момент у меня оказалось так, что я не могу закрыть сборку. У меня есть дубликат, и мне некуда его девать. И чтобы вы не попадали в такие ситуации, старайтесь все время открывать паки до тех пор, пока вам не падают дубликаты. Только после этого вы идете собирать какую-то сборку. В противном случае у вас получается ситуация, что у вас есть игрок, но вы не можете никакую сборку закрыть. Вам приходится использовать монеты или донатить еще хуже, чтобы этого самого игрока реализовать. Иначе, получается, его надо квикать или что-то с ним придумывать, какую-то невыгодную сборку его запихивать. Этим лучше не заниматься, я такое не делаю, поэтому всегда храню игроков. У меня их в клубе очень много. Если, например, вам не важно, продаваемый игрок или нет, вы просто используете его как фодор, для вас все намного проще, все эти сборки, СБЧ и так далее закрываются реально легче. Возможно, на период тойте и стоит принять такие правила. Но я живу по своим принципам и стараюсь все монеты реализовать, чтобы покупать именно тех игроков, которых хочу я, то есть, например, того же Кройфа. А вот за счет СБЧ Лиг, всяких крутилок, 10-83+, 5-84+, то есть, выгодных СБЧ, я собираю тех, кого я хочу. Гулита, Зидана, Далглиша, также Родриго и Блан у меня был, но он уже сплыл. Я его кинул в СБЧ. Плюс также, почти всегда я стараюсь собирать гарант кумиров, героев, какие-то еще сборки. Также очень важно понимать одну мысль, что не все сборки являются выгодными. То есть, например, вот сейчас вы видите улучшение защитников 5-83+, вам нужно отдать 84-й состав, кажется, с 86-м игроком. Всего лишь за 5 игроков 83+, и вам кажется, что шансы поймать защиту на Тоте быть намного выше, на самом деле нет. То есть, ничего не произойдет в этом плане, в паке все те же самые шансы, все то же самое. Но вы идете и собираете эту сборку, отдавая 84-й состав, и это вообще невыгодно. Намного более выгодно выглядит вот этот пак, 10-83+, с информом, где вы отдаете состав 83-го рейтинга, и получаете 10 игроков 83-го рейтинга. Причем очень часто в этих наборах информ возвращается к вам в клуб. Ну и, собственно, предлагаю подвести какие-то итоги. Видео получилось довольно длинным, надеюсь, оно было очень полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если кратко по пунктам, старайтесь использовать все возможные способы гринда. Старайтесь крутить только выгодные СБЧ, которые реально классные. И ПК-лик это как раз такое СБЧ, которое в 5 раз превышает стоимость сборки. То есть паки, которые вы получаете, в 5 раз лучше, чем сборка, которая у вас есть. Увидимся на стримах, жду вас. Подписывайтесь на мой Телеграм. Пока!